Вполне может быть такое, что на всех своих видео летом я буду в одной и той же одежде, потому что обычно, когда я гуляю с собакой, я надела что-то максимально удобное и простое. И сейчас это Димина рубашка, мои любимые лосины с Алиэкспресса. Самые удобные крышетки в моей жизни. И сегодня я надела топ, потому что моя футболочка побольше, она в стирке. Часто с Беллочкой я гуляю без поводка, потому что она молодец, она и так вполне понимает, что я говорю. И плюс мне неудобно за ней так много следить, когда на поводке она все время тянет. Да, почему у меня вот такой поводок, а не нормальный? Потому что я решила не покупать новый поводок и хожу с ней вот с этой вот штучкой. Я безумно люблю, что летом мы можем подольше гулять, потому что я очень люблю ходить, это успокаивает все мои нервы. Потому что сегодня я опять перенервничала, хотя, что? Мы сегодня, блин, закончили третий курс, наконец-то. Еще они все оценки выставили, но у нас сегодня была последняя защита, слава богу, мы все это сделали. Но я что-то во второй половине дня я пошла спать, я проснулась, и я поняла, что мне что-то очень начинает тревожно быть. Я еще больше распереживалась, вообще не очень хорошо справляюсь своими тревожными состояниями. Единственное, что я смогла сделать, это выбирать лего, досмотреть фильм, но это мне не очень помогло. В итоге я решила выпить один персен и одну валерьянку. Если что, мои видео не несут никакой медицинской грамотности. Я просто пью с надеждой, что мне что-то поможет. И пошла гулять. Потому что движение, кстати, это одно из тех, что мне прям очень всегда помогает. Практически в стапротных случаях, если мне супер тревожно, я пойду на улицу, много ходить, гулять или заниматься йогой и бегать. Вообще супер стресс-релиф для меня. У меня вот так вот подняться вверх, это невозможно. Могу только вот так. Это мой единственный способ подняться на эту штуку. И раз, и два, и три. О, моя нога. Ой, да. Я вообще не люблю, что они грязные. Мне неприятна рука. Я чувствую бактерии. Да не бойся ты, я тебя никуда не оставлю. Никуда не оставлю. Еще хочу поделиться вообще, зачем я начала снимать. На это есть несколько причин. Первое, просто какое-то внутреннее желание. И мне все время казалось, что это как-то стыдно, выкладывать себя, потому что это видят мои знакомые. И это как-то странно. Но потом я на это забила и поняла, что мне так понравилось снимать в Италии. И я вижу, что мне до сих пор пишут люди с какими-то вопросами. И это так здорово, потому что я чувствую, что я могу кому-то помочь. И люди вообще-то смотрят. У меня там почти тысяча просмотров на одном видео. И я этому очень рада. Второе, это способ принять себя, потому что у меня огромные проблемы с самооценкой. И то, что я снимаю себя на видео, пытаюсь учиться разговаривать на камеру, не переживать, в каких-то неудачных ракурсах себя ловить. Это все позволяет как-то более сисходительно относиться к своей внешности, к каким-то особенностям, не знаю, речи. То, что, не знаю, у меня там может как-то странно выглядит лицо. Но это все как-то позволяет упростить отношения с собой. Но я снимаю все равно на 0,5. Это хоть как-то флеттеринг мой образ. Потому что, если я снимаю на 1Х, это выглядит очень-очень смешно, на мой взгляд. И встретить, наверное, мне просто хочется поделиться своими переживаниями мыслями с другими людьми, чтобы, может быть, как-то сделать и себе, и другим проще, что какие-то проблемы встречаются у всех, и мы не одиноки в этом. Еще, чтобы я могла потом в будущем пересматривать эти видео. Потому что я пересматривала свои видео из Италии, и мне было безумно приятно смотреть. Мне нравится, как они сделаны, мне нравится, как они сняты. Мне нравится, что я показываю какую-то реальность того, что было у меня тогда. Понятное дело, я не включаю в видео какие-то грустные моменты, которых на самом деле предостаточно. Потому что я просто считаю, что социальные сети немножечко не для этого. И поэтому я это фильтрую. Но я стараюсь быть максимально честной и искренней. Сразу хочется делать антпэкинг. У меня тут маленькая коробочка, потому что я использовала всего два средства. Прошли прям супер быстро. У меня здесь вот такой крем. У меня уже один закончился, я его даже выкинула. Очень хороший от Icon Skin. Супер простой, не жирный, не липкий. Хорошо влажный. Это я решила купить, потому что я подумала один заказывать как-то не очень. Надо что-нибудь еще заказать. И выбрала вот этот вот крем от Art & Fact. Она ночная маска, по-моему. Наносится на ночь. Должна хорошо увлажнить, по идее. Начался дождь, которого я не ожидала. Потому что не поверила прогнозу. В итоге я уже немножечко промокла. Хорошо не сильно и хорошо не холодно. Иначе было бы не очень. Я не рассчитываю на то, что я высохну в автобусе. И поэтому я буду на танцах еще и мокрая. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было решено зайти в Глорю Джинс на Пушкинской. Я в ней ни разу не была. Потому что у меня осталось время. В Дюдене вещи очень хорошего качества. И цены довольно приемлемые. И реально есть из чего выбрать. Лучше, чем H&M даже. Очень хорошее качество спортивные костюмы. Это такая прям двух ниточка или трех ниточка. И они прям на лето идеальны. И цвета, смотрите, какие классные. Боже, как я люблю Москву вечером. Это, конечно, красота. Я понимаю, что после танцев я более мокрая, чем от дождя. Но сегодня было очень здорово. У меня уже лучше получается. Но я все равно пока немножечко как оловянный солдатик такой. Но ничего, мы над этим работаем. А для этого я хорошо танцы. Музыка 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 что мне нужно делать упражнение для осанки каждый день потому что я очень сутуло это уже второй день сегодня я еду фоткаться на паспорт я помню мне вообще не идет сильный макияж и когда я ходила к подружке несколько лет назад моделью на макияж когда как она мне сделала мне довольно шло даже у меня были очень яркие глаза но потом сделала другая женщина мне макияж какой-то свадебный я выглядела так отвратительно и выглядела как какая-то кукла барби которая немножечко бухает сильно гель от пуси я открыла его для себя несколько недель назад и он очень хороший потому что я всегда пользовалась мылом для бровей но она оставляет такие вот на бровках катышки беленькие мыльные очень некрасиво я пошла искать думаю надо найти что-то замену и не потрясающий консультант с очень красивым маникюром лучше чем у меня подсказал вот эту штучку я попробовала и мне очень понравилось она реально держится долго у меня брови особенно вот здесь вот на конце не растут вниз и поэтому хоть сложно укладывать даже ламинирование их не берет это файл лук за дэй я чувствую что очень сильно накрашена я даже нанесла тени я не умею краситься тенями вообще поэтому это было эксперимент но вроде бы не сильно видно так что сейчас пойду я на пушкинской это мне кажется моя любимая станция метро мне здесь очень нравится вот супер красиво тут довольно тихо пахнет очень вкусно это какой-то как будто бы сирень и сирени уже нет и засмином не пахнет какой-то другой запах цветочный что-то невероятное погода сегодня чудесная у меня сегодня очень хорошее настроение слава богу и и все я теперь на работе работаю я на самом деле еще не знаю что с ним делать не дай снег приехал на работу сразу есть так я и работаю и ну извините я работу с едой что вы от меня хотите сейчас будет встреча мне очень нравится что здесь переговорки называются по названию продуктов это дабл минт я решила что хочу немножко поговорить о своем отношении к спорту ну что на мой взгляд он немного отличается от того как думают другие наверное я себе испортила такие вот прям здоровые отношения с спортом давно но в какой-то момент пару пару лет назад я пришла к тому что меня спорт это более широкое понятие это просто про движение потому что нигде не сказано что нужно обязательно бегать чтобы и 2 или там заниматься футболом чтобы быть здоровым нет нужно просто движение и поэтому я просто стараюсь максимально много ходить это первое второе это просто вот то что доставляет мне удовольствие в данный момент например в данный момент жизни мне нравится танцевать и я вот хожу на танцы с удовольствием это для меня та нагрузка которая ну это сильная нагрузка но она скорее при нас удовольствие чем я чувствую что я занимаюсь спортом или кажется очень классным заниматься спортом с молодым человеком или с подружкой я не спорт получается это просто такое вот классное времяпрепровождение уровень вот этой вот эмоциональной сложности занятия спортом очень сильно снижается на мой взгляд я пришла наконец-то на двухчасовой маникюрный трип я записалась на прошлой неделе когда я была супер уставшая я мечтала пойти на маникюр с педикюром но не было места где-то церковь на вас 8 и наконец-то сейчас я уйду это блаженство это мой такой уголок радости и счастья в куркино куда прихожу смотрю друзей и не делают это из-за человека который два часа набивал себе снеги я очень устала я выгляжу просто вот как будто меня билет Это наш лог. Это наш лог. Хотела сказать, что сейчас уже утро, но я поняла, что уже почти три с половиной дня. Утро сегодня началось очень поздно, потому что сегодня была просто великолепная ночь, а вчера был просто чудеснейший вечер. И мне так сложно формулировать свои мысли, потому что я в таком-то тёплой усталости. Такие хорошие люди были со мной рядом столько часов, и это так замечательно. Я так рада, что у меня получилось собрать таких, ну просто, наверное, лучших людей, все вместе. Это была, как я сегодня с утра сформулировала, концентрация искренности и доверия, потому что не часто... Ну вот, я на самом опыте смотрю, что я могу кого-то подвать к себе домой. Людей к себе в гости. Идут ещё не к себе в гости, а к бабушке. Но с этими друзьями мне... Ну не то, что я даже переживала. Я была уверена, что всё будет хорошо, потому что, насколько я их люблю, очень сложно передать словами, вот. Поэтому я очень счастлива, что у нас получился такой великолепный выпускной из третьего курса. Я невероятно счастлива, так себя хорошо чувствую. Хоть я сегодня не выспалась, у меня болит голова, но на душе так легко. И мне настолько грустно, что они уехали. То есть, вроде бы мы только разошлись, но я настолько... Я вот заходила сейчас, пока чуть-чуть прибиралась, в комнаты. И я прям чувствовала, что мы там вот все вместе сидели. Вот тут мы, значит, жарили шашлычок. Здесь вот мы сидели, пили морсики. Ну, в общем, так было всё душевно, что... Мне прям грустно, что они уехали. Вот. Я знаю, что вы смотрите, поэтому я вас очень люблю. Передаю вам пламенный-пламенный привет. И обаятельный, креативный, находчивый. Обладает чудесным чувством, юмором и позитивным взглядом на жизнь. Дмитрий награждается золотой медалью за первое место в спортивных президентских состязаниях. Да я люблю тебя! Да ты меня не любишь, а это всё она! Да я люблю тебя! Я! Ура!